Девушки отдыхают Супер! Девушки отдыхают 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 Когда олия начнет шипеть и продукт обжаривать, олия разогрита максимально. Женя, если ты плюешь в горячую олию, она может плюнуть тебе в облице. Возьмем один зубчик чеснока. Теперь мы уже можем добавлять картофель. Важно выкладывать картофель на пательню в один шар. Чтобы картофель не отдавала много вологи и не вышла очень мягкою, ее нужно закидать на пательню небольшими порциями. Картофель не можно часто перемешивать. Чтобы картофель не развернула, не стоит перевернуть ее раньше, если она способна зарумяниться внизу. Женя, покажи, как ты дома перемешаешь картофель. Вот так я делаю дома вот это. Оно все брызгает, вот это все сюда, это все сюда. И ты потом удивляешься, почему у тебя развалились кусочки картофель? Ну да. И вот время переворачивать картошку и так каждый брусочек, да? Видите, картофель подрумянилась. Моя дівчина знает, что мне нравится смажена картофель. Поэтому в одного разу вона приготовила много картофель одночас, и в ней ничего не вышло. И если вы готовите смаженную картофель для великой родины, ее лучше смажить в кілька приемов, чтобы картофель не отдавала много влаги, не прилипала и не перетворила каша. Так, я научил готовить картофель мою дівчину. Теперь она знает, как это делать. Ясно. А мы постоянно делаем картофельную кашу. Да, здесь каждая прожарилась, а тут вот так не очень, да? Теперь мы нарежем укроп. У тебя есть укроп? Да. Ага. Украинцы очень любят именно эту зелень, поэтому мы приготовим картофель в украинском стиле. Что вы имеете против нашего укропа? Да. Как ваша картошка? У нас вкусная наша белорусская... картофельная жареная каша. Ця картофель вибрала в себе багато олії и вышла дуже жирно. Все масло впиталось, потому что в ходе эксперимента, как вы видели, мы на эту сковородку наливали масло и сразу клали туда картошку. Холодное масло. Это не работает. Категорически запрещено использовать холодное масло для приготовления жареного картошки. А соль? У нас же был вопрос такой в тесте. Да, правильно. Мы спрашиваем, на каком этапе приготовления жареной картошки, нужно ее посолить. Женя отвечал, да какая разница, на любом этапе. А вірна відповідь. Картоплю треба солити в кінці приготовления. Зверни увагу, наша картопля вийшла ідеальною. Хрустка скоринка. А тут звичайна каша. Тепер ми можемо додати трохи солі. Женю додай солі. Хочетто і требує небольших усилий, но результат стоїть, конечно, того. Я такої картошечки ніколи не жарив ще. Укропчик. Чуть-чуть-чуть-чуть. Ну, і в кашку чуть-чуть. Женя, що ти робиш? А я нічого просто стою. А Женя слушает, да ест это называется. Не дожидаєсь просто спылу с жару. Настільки ароматна і вкусна эта картошка. Да, це дуже вкусно просто. Красивая тарелка для картофеля. Це якраз тот етап, коли ектер із обычной жареной картошки, правда, ідеально поджареной, сейчас создаст кулинарний шедевр. І ми будем пробувати картошку прямо сейчас, потому що жареную картошку подаєт горячий, не нужно ждати, коли она остынет. Вот как только получится красиво, сразу і будем їсть. Да, Женя? О, дуже красиво. Помідорчики, огурчики. Шапочка укропа. Я хочу сфотографировать це блюда і прямо так відправити прямо сейчас же с помощью інтернета брату своєму. Це отлична идея. Це просто красота. Улыбочка! Ой, як красиво, да. Я вже більше не можу терпити, я хочу жареную картошку. Я тоже. Будем руками чи вилкою, ектер? Руками. Руками. Конечно. Прямо вот так, да? Да. Да, конечно. Прямо вот так, фантастико. Правильно, не? Да. Никогда не ел вкуснее жаренее картошки, чем это. Все. Отныне я буду делать ее всегда только так. Женечка, ты убедился, что даже если ты вообще не умеешь жарить картошку, зная все секреты, все этапы приготовления, ты можешь это сделать идеально. Это элементарно. Да? Но это же еще не все. Это только картошка фри, сейчас картошка пюре и картошка на духовке. По деревенске. По деревенске. Картошка по деревенске. Ревенске. Деревенске. Деревенске. Да. Мы уже знаем, что белая картошка для пюре, потому что она рекордсмен по содержанию крахмала. Желтая картошка пригодится для запекания. Сейчас порежем картошку, чтобы приготовить пюре. Окей. А для запекания что делать с картошкой, Эктор? И для пюре подойдет картошка с большим вместом крахмалю, и это картошка белого кольца. Возьмем эту большую картошку, которая у тебя есть, и очень хорошо помыем ее с щиткой, потому что мы будем ее готовить со шкиркой. Помню, когда ты со своей очаровательной супругой был у меня в гостях, у вас назревал вопрос. Ага. Да, да, да. У нас было двое дедов. Да, да, да. Да. И мы пришли к вам на программу. Да, мы обсуждали тему планирования беременности. Да. И прямо вот мы вечером едем домой, и она говорит, милый, пожалуйста, купи тест в аптеке. Я купил тест, и оказалось, что мы берем его. Получается, что в памяти у нашей семьи ваша программа останется навсегда. Ой, ну спасибо. Это просто вот как будто мы даже причастны к этому важному событию в вашей семье. Надя, ты порез духовку. Вимкни, будь ласка, духовку на 200 градусов, чтобы она нагрелась для запекания картофель поселец. Конечно. Пожалуйста. 200 градусов. Да. Есть. И картошку мы уже почистили. Такая кастрюлька подойдет для приготовления пюре, Экта? Да, конечно. Картопля у нас уже готова. Теперь ее нужно разрезать на пюл или на четыре частини. Всю картофель, которую мы будем готовить, нужно разрезать однаковыми шмачками. Если кусочки будут одинаковыми, то они сварятся? Однаково. Фу! Я бы даже сказала одновременно. Я вам покажу, как правильно разрезать картофель. Повторите за мной. И все. Тест. В який момент треба покласти картофель в воду? Когда вода холодна, или когда вода закипела? Я думаю, что мы должны бросить картошку в момент, когда она закипела. Молодец. Да, да, да. Я объясню, почему даже. Потому что ты в кипящую воду бросаешь картошку, она сразу же схватывается и как бы внутри себя варишь. Варится. Да? Да, я знаю. Да. Та-та-там! Та-там-там-там-там-там! Я прав. До, да. И что вопрос? Так. На каком этапе додавать соль в картофель для пюре? Перед тем, как мы кладем картофель в воду, в середине приготовления, или на конец? О, а в финале? Я думаю, что в конце. Да. В финале. Да. Это правильно. Да. Это правильно. Соль уповильняет процесс варенья картофель. И если добавить соль сначала, картофель станет твердой. Пока вода закипает, мы поговорим про картофель по-селянски. Я маю для вас много вопросов. Да. Мы будем запекать картофель с шкиркой. А я думаю, с кожицей не зря же Эктер ее так тщательно вымыл щеткой. Правильно. Да. Добавляем картофель в воду. Аккуратненько. Да. Аккуратненько. Аккуратненько. Бульбочке. Скажите, нашим будет приятно. Бульба. Нет. Да, бульба. Это картошка по-белорусски. Бульба. Правда? Да. Да. Бульба. Ну скажите. Не скажите. Испанською мовою это очень плохое слово. Это лайка. Я не могу этого сказать в голосе. Да? Да. Это означает, просто скажите. Нет. Нет. Я не могу сказать. Дуже важливый момент. Вода должна покрывать картофель. Накрываем картофель, чтобы картофель приготовилась быстрее и сохранила все витамин. Чтобы картофель сварилась быстрее, в воду нужно добавить немного вершкового масла. За счет того, что образовывается очень тонкая пленка на поверхности воды, каждая картофель тоже обволакивается маслом. Таким образом, как будто бы повышается температура. Температура. Да. На определенное количество градусов, что делает процесс сварки более быстрым. А самое главное, картошка в результате будет более нежной, рассыпчатой, и она будет иметь сливочный вкус. И это секрет, который нам стоит знать. Это удивительно. Теперь мы должны порезать картофель, чтобы запекать ее в духовке. Сейчас я вам покажу, как это сделать правильно. Правильно? Вдоль. Дольками. Да. Разрезаем дольками на 3-4 части, в зависимости от размера картофель. Правильный ответ на вопрос теста, который звучал так. Чем смазать картошку по-деревенски перед запеканием, чтобы она приобрела хрустящую корочку? Ну, такую, помнишь, как у жареной картошки? Что я сказал? Ты сказал растительным маслом. Растительным маслом. И был прав. Да. Ну да, это же правильный талант. Да. Да, это. Олія нагревается и помогает держать высокую температуру картофель при запекании. И картофель пропекается ревномирно. Чтобы при запекании в духовке шматки картофель не плескались, а пропекались ревномирно, кожен шматочек картофель требует проколоть и выдаваться. Женечка, ты помнишь свою, извини, ужасную печеную картошку, фото которой ты показывал сегодня? Я просто не делал дырок в картошечке. То есть ты так не делал? Я так не делал, даже не подозревал никогда, что вилкой нужно тыкать картошку до употребления. А еще картошка сохранит свою форму, будет золотистой со всех сторон во время выпекания. Гранули крохмалю при запекании набухают через воду и могут луснуть, и тогда мы отримаем клей. А кому сподобается клей на тарелке? Через дырочки вода выпаривается, и крохмаль не перетворится на клей. А, я вам сейчас открою один секрет, ребята. Что нам нужно сделать, чтобы все клубни были в масле, а руки не были в масле, правильно? Когда мы готовили печень по-строгнувски с Ольгой Сумской, мы научились панировать печень прямо в пакете. А я и думаю, ну, наверное, же и с картошкой можно так сделать. Загружай, ребята. Я обовязково поделюсь этим секретом со своей мамой. Да, и передавай, пожалуйста, Доня Архендец, от меня большой пламенный привет. Как приятно, когда я могу хоть чем-то, чем-то тебя удивить. А теперь ректор скажет, сколько наливать нужно. Спочатку мы додаем сухие подребненные травы, а только потом олею, чтобы травы равномерно распределились по картофелям. Додаем по дребцам майорану, орегану и розмарину. Для того, чтобы так вот смазать маслом картошку, необязательно использовать вот такой с застежкой пакет, просто он должен быть плотный. Мои руки чистые. Первый раз в жизни руки чистые. А теперь масло. Нам треба добиваться сім столовых ложек олеи. Ну вот достаточно. Раз, два, пять, шесть, семь. Вот, это реально очень удобно. И все, руки у тебя великолепно чистые. Так даже детей можно привлекать. Твои-то тебе на кухне помогают? Или маленькие еще? Мои, да. Мой Лешка очень любит фаршировать перчики. Он это сделал с двух лет. Она на меня. Пошу рот, пьетик. Да ты что? Берет, да. А сейчас ему сколько? Четыре козики. Ой, здорово. Такой помощник растил. Теперь мы должны приклеить картофель на деку в один шар, чтобы тепло проникло с всех боков. Выкладываем картофель шкиркой до низу, чтобы картофель не трескалась и не вращала форму при выпекании. Чеснок, мы будем сюда? Чеснок надо додавать до уже готовой картофель, потому что при запекании он отримает гиркий присмак и очень резкий запах. Семен Семенович, я понял. Видишь, еще одна ошибка? Женя, вопрос на засыпку. Какую картошку мы выбираем для запекания? С каким содержанием крахмала? С самым средним. Ты молодец! Я понял, что в несколько слоев нельзя укладывать. Через зайву вологу, снизу картофель может пригореть, а сверху приготовиться не до конца. А для тех, кто любит ести картофельку соусом, мы швиденько приготовим соус. Нам нужно. Чеснок, сметана и, ваша любимая, укроп! Конечно, укроп! Наконец-то мы сейчас используем. Здесь укроп, здесь чеснок, сметана. Сметана. Ребята, я не поняла, сколько чеснока. Только одна. Один зубчик. Один. Один. Я знаю, как-то. Хорошо. Сколько сметанки? Так, раз. Вот что, да? Трест куча раз. Трест толові ложки сметани. Сто п'ятдесят грамм. Соус дуже швидко готовиться. У чому мы будем его подавати? А поемо сербитаки? Здесь соус? Давай. Картошка запекается в духовке, разогретая до двухсот градусов, и там пробудет она? Сколько? запекатый с картофельной 30-40 вольт. Пюре? Наверное, готово, я так думаю. Женечка, ты же умеешь проверять, готово или нет? Да. Ну, давай. Конечно. Раз. Да. Смотрите, картошечка готова. То, что добавляет картофельное пюре и молоко, и сливочное масло, это, конечно, ни для кого не секрет. Но, по-моему, не каждая хозяйка добавляет сливочное масло и ставит картошку зачем-то опять на огонь. А для чего это, Эктор? Чтобы картофельное пюре было смачным и пищным, после того, как взлили воду после варки, на дно кастрюли покласти шматочок масла и поставить кастрюлю на повильный огонь на 2-3 хвилина, час от часа струшируючи кастрюлю. Масло надасть картофель вершкового, нижного смаку. Картофель покладите на маленький огонь, аби вона не пригорела, а лише вибрала масло. Женю, скажи, каким має бути молоко для приготовления пюре? Молоко, да. Вспомни, вспомни. Или комнатной температуры. Но Эктор сказал, что это неправильный. Ответ на вопрос, каким должно быть молоко, чтобы картофельное пюре не получилось серым. Молоко має бути горячим, або таким, що тільки на закипів. Нам нужно провести эксперимент и сравнить два варианта пюре. Одно, которое мы зальем холодным молоком, и другое, которое горячим, как положено. Так. Это мы для... Холодной. Холодного молочка. Да. Еще молоко? Нет, нет, нет. Отлично. Да, все комочко. В цей кастрюле я поставлю кипятити молоко. Итого у нас получилось такое, что-то серенькое. Зверне увагу, як змінився коля. Воно стало серым и клейким, як клеистым. Почему оно стало таким? Потому что молоко у нас... То есть нельзя перевзбить. Нельзя блендером вот так вот его измельчать. Потому что тогда оно моментально... Действительно превращается в клейс? Аккуратненькими движениями начинаем его мять. Чтобы вышло мягкое пюре, розминать картофелью треба звичайной толкачкой. Ни в никаком разе не використовуй блендер. Иначе может вийти клейка масса. И якщо збивати картофелью дерев'яною ложкою або лопаткою, вона насытиться киснем и стане пышною. Это настоящий мастер-класс. Между прочим, в интернете вы сможете посмотреть все программы «Вся будет смачно» и научиться буквально всему, о чем мы говорили здесь, на этой кухне. Дорогие телезрители, я напоминаю, что наш конкурс продолжается. Если у вас есть секреты, как упростить жизнь на кухне, или как сделать из подручных средств прекрасные кухонные приспособления, расскажите о них нам. Ваши письма мы ждем по адресу, который вы видите на экране. Авторы самых оригинальных приспособлений получат ценные призы, а об их изобретении мы обязательно расскажем в нашей программе. А ты когда-нибудь добавлял мускатный орех в пюре? Я вообще в первый раз нюхаю это. А ты говоришь, добавлял ли я это в пюре? Нет, конечно. Но уже отныне. Первое, что я покупаю на кухню, это мускатный орех. Сейчас, Женя, опять маленькое чудо. Вот смотри, что Эктор делает с картошкой. Я-то это уже видела. Мы с вами это уже видели на Себу де Добре. Опа, как он крутит! Ого, давайте мне так, пожалуйста, накрутить. Что? Три. Окей? Три. Сейчас, сейчас сделаю. Сейчас. Причем Эктор переложил из большой миски пюре в маленькую вот такую, чтобы удобно было работать. А теперь начинается кнели. Кнели-сунели, как их в Грузии называют. Как вот это. Как флауэр. Вот, вот так. А-а-а. Цветочек. Это лепесточки, правильно? Да. Да. А потом ты будешь говорить, Лидочка, у нас есть две ложки? Сделай мне это. Как вот это, как вот это. Цветочек. Да, она скажет, есть, Женечка. Ну тогда я пойду делать кнели. Нет, я тебе сделаю цветы. Цветы. Красиво. Я порежу помидоры. А я базилик принесу. А ты неси-ка базилик. Ты что, написал песню про базилик и помидоры? Да. Я порежу помидоры. Ты неси-ка базилик. Я порежу помидоры. Я порежу помидоры. Ты неси-ка базилик. Ты неси-ка базилик. Неси-ка. Ты неси-ка базилик. Помидоры. Базилик. Базилик. Можного. Пюре. С мочного. А-а. Картофельное пюре с молоком, со сливочным маслом. Ммм, с молоком, со сливочным маслом и с щепоткой мускатного ореха. Ммм, вкус сливочный, нежный. Аромат необыкновенный, в том числе и благодаря мускатному ореху. В общем, это лучшее пюре, которое я пробовала в жизни. Жень, спасибо. Эктор, ты бог. А в духовке готовится картофель по-деревенски. Запекается. Ему еще осталось минут 20. А мы пока попьем чай. Время прилетит незаметно. Картофель запекался, запекался и запекся. Да? Да. У меня уже и тарелка для него готова. А мы готовы его пробовать. Осторожно. Чувствуешь? Травы. Ой, какая красота. Зеленую сибульку нарезаемо дуже-дуже тоненько. Та трешки базилику. Очень-очень тонко. Памятай, Женя, что чесник до печеної картофель додаемо лише наприкінці. А потім зелену цибулю. Да. Та трохи базилику. Страва должна выглядеть поселенски. Повинна быть своєрідна нотка. Выкладаем картофель трохи хаотично. Небрежность. Да. Я тебе еще фотографироваться. Это же твоя гордость. Я не верю, что это сделал я. И сейчас я приеду в мою родную Белоруссию, скажу брат и мама, идите-ка сюда. Сегодня у нас будет обед из картошки. И я тебе скажу, что это идеально. Корочка хрустящая, картошечка золотистая, каждый кусочек целый, ни один не прилип к другому. Посмотрите. Помните этот секрет, когда вилочкой нужно проколоть картошку для того, чтобы она сохранила форму? Вот идеальное доказательство того, что этот секрет работает. А ты заслуговываешь на аплодисменты. Очень хорошая работа. И вы, пожалуйста, готовьте с нами, и у вас все буде смачно. Для приготовления жареной картошки вам понадобится картофель, растительное масло, укроп, соль. Картофель очистить и помыть. Нарезаем одинаковыми брусочками. Нарезанные брусочки замочить в холодной воде. После замачивания окунуть нарезанный картофель на несколько секунд в горячую воду. Обсушить брусочки бумажным полотенцем. Немного присыпать мукой. В сковороду с толстым дном налить подсолнечное масло, подождать, чтобы оно хорошенько разогрелось. В раскаленное масло выложить нарезанный картофель одним слоем. Жарить без крышки сначала на большом огне 2-3 минуты, потом на среднем огне, не перемешивая до тех пор, пока нижний слой не начнет зарумяниваться. Через 5 минут перевернуть картофель и жарить опять на среднем огне до появления золотистой корочки. В самом конце жарки картофель посолить и добавить мелко нарезанный укроп, сразу снять с огня. Для приготовления картофеля по-деревенски вам понадобится картофель со средним содержанием крахмала, подсолнечное масло, соль, перец, майоран, орегано, розмарин, базилик, зеленый лук. Для сметанного соуса сметана, чеснок, укроп, соль и перец. Картофель хорошо помыть щеткой, разрезать на 4-8 частей в зависимости от величины картофеля. В полиэтиленовый пакет выкладываем нарезанный картофель, добавляем пряности и подсолнечное масло. Все хорошенько встряхиваем, чтобы масло полностью покрыло картофель. Противень для выпекания застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем картофель кожицей вниз, чтобы картошка не прилипала и хорошо пропекалась. Выпекаем 30-40 минут до образования золотистой корочки. Готовим соус. Смешиваем сметану, измельченный чеснок и мелко нарезанный укроп. Достать картошку из духовки, сразу посыпать нарезанным луком горячую картошку. Подавать с соусом. Для приготовления картофельного пюре вам понадобится картофель, молоко, соль, перец, мускатный орех. Очистить картофель, отварить в соленой воде с добавлением сливочного масла. Отваренный картофель процедить, добавить кусочек сливочного масла, поставить на огонь до испарения лишней жидкости. Размять картофель, добавить горячее молоко, масло, измельченный мускатный орех. Подавать горячим. Продолжение следует... Продолжение следует...